обалдеть всего 13 градусов дома вчера вечером топила было 20 с лишним два раза в день опять топлю пришли у нас морозы и морозы с ветром поэтому все высвистала сегодня кочегарила все утро работает вовсю моя девчонка второй раз замешивает мне тесто на хлебушек сегодня 5 пику хлеб либо печки магазине не досталось печку до топливаю сегодня не захотела печь здесь будет хлебушек либо печки сейчас позбавила вчера вечером было 23 но сейчас вот такая время у нас 11 часов всем привет дорогие друзья рада приветствовать вас на канале зовут меня ольга и вы на канале жизнь деревни костромской привет ребята вам тоже холодно да нельзя спускать сидите гляньте на эту сидит трясется лапы поджимает не любит такую погоду чего холодно что ли ты собака хотя из-за тучек пробивается солнышко и вроде бы должно быть тепло но ветер пронизывает насквозь до костей стою в валенках в теплой куртке и как будто 40 градусный мороз нет ничего хуже когда вот такой вот ветер очень холодный ледяной сейчас буду растоплять баню отогревать воду вернее и слила но в баке он там опять замерзла заковала поэтому отогрею заодно сегодня будет банька пошли зяблик вечно мерзнешь иди домой а домой не идет соседи он тоже топит через день практически вода быстро замерзает около двадцатки даже с лишним у нас уже несколько дней стоит господи не было бы ветра красота было бы небо вроде такое не очень хмурое серое и даже солнышко я вам говорила но 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 ветер все портит не хочется такую погоду никуда выходить хочется сидеть возле теплой печки балдеть делать какие-то домашние дела на улицу совсем не тянет это моя еда на сегодня салат наподобие оливье только без горошка картошка яйцо куриное мясо огурец и лук майонезом промажу в течение дня буду потаскивать но и разбирала заморозку очень много у меня ягод на мороженом и спеку пирог трешечку с клюквой стакан примерно мне понадобится стеклянная вся замерзла ставим чтоб оттаяла ну а я как говорит молодец сейчас быстренько закинуть салатиком и пойду водичку баню пока таскать как раз круга у меня оттает баньку растопила топится или растопила еще ветер задувает все в трубу назад нахлебалась дыма но растопила топится и даже успела разочек сгонять за водой на колодец общественный но замерзла сейчас иду переодеваться ты че тоже замерзла иду переодеваться еще пару заходок и я думаю хватит ветер у нас так и идет дует не перестает в общем очень холодно вот такая сегодня у меня буханочка замечательно все поднялось замечательно получилось и мука все таки вот сегодня пекла 5 ярославскую мою любимую брала все-таки самая лучшая мука он же немножко поостыл дала ему отдохнуть внутри вот эта штучка которая замешивает надо ее вытащить сейчас вам покажу как выглядит внутри вот она вот такая вот штука здесь конечно вот выемка от нее но тем не менее хлеб пропекся все замечательно вкуснятина нету ничего вкуснее домашнего хлеба сто раз говорю делаю тесто на пирог в трешку почему трешка запомнить очень легко 3 яйца и обычно три яблока с яблоками часто пику и 11 то есть один стакан песка 1 стакан муки и сода немножечко но сегодня вместо яблок у меня клюква будет она уже подтаяла добавляем сюда яйца высыпаем сахарный песок и мука и песок должны быть одинаково я беру такой стакан 200 граммовый все уже замерено все это тщательно перемешиваем сразу же ввожу пол чайной ложки соды соду не гашу можно брать разрыхлитель тесто тоже самое пол ложечки вот это тщательно все перемешиваем и потом частями вводим просеянный стакан муки кружки я отмерила уже заранее просеял даем постоять немножечко и печем главное чтоб песок разошелся хорошо вместо яблок если я пику с яблоками обычно три яблока среднего размера если крупные то 2 вместо яблок можно использовать ягоды какие-то другие да но сегодня делаю с клюквой все размешали и теперь частями будем вводить муку небольшими частями не все сразу перемешиваем то же самое тщательно вот такой консистенции у вас получается тесто еще раз говорю главное тщательно все перемешать даем постоять буквально 15 минуточек пирог я выпекала в духовке при температуре 180 градусов и по времени у меня вышло 20 минут кто захочет повторить этот рецепт уже ориентируйтесь по своим духовкам но я смеюсь на запах пирога ко мне неожиданно нагрянули гости я даже не успела заснять целиковую весь полный пирог это все что от него осталось с чаем он очень быстро ушел все-таки два кусочка я отложила чтобы вам показать видите сами получается такой пышненький все пропеклось по времени занимает совсем мало а самое вкусное это вот это вот прослоечка клюковка она в тесте разошлась когда пеклась и вот эти вот места где ягодки очень вкусные простой быстрый пирог когда хочется сдобану не хочется возиться с тестом палочка выручалочка с кисло у меня молоко ну и спекла немножко блинчиков пирога то мало осталось немножечко совсем и 6 штучек нафаршировала с яйцом знаю что калорийно но иногда можно и нужно себя баловать поэтому с чайком буду сегодня смотреть любимый фильм и тягать блинчики ночью у нас медленно но уверенно приближается к тридцатке время пол десятого но с утра на градуснике было минус 30 градусов кстати поздно ночью приехал мой супруг успел на пироги и не зря пекла блинчики топила баньку как чувствовала и с утра по такому морозу мы рванули по делам ездили в наш райцентр тела хлопот накопилось достаточно поэтому день пролетел быстро и по рассказам местных жителей в это утро здесь было местами до тридцати пяти градусов мороза в общем занимались своими делами и на обратном пути заехали на заправку неприятно были удивлены опять подняли сцены на бензин и такую светомузыку на табло лично я видела впервые может быть из-за мороза может быть еще какие-то причины наши жизни сейчас происходят перемены очень много у нас новостей конечно мы вам расскажем обо всем немножко позднее но сейчас всем спасибо всем удачи крепкого здоровья и до новых видео